Почетный гражданин Вятки, Самары и Софии и самый известный самарский городоначальник. В Иверском монастыре сегодня вновь поминали Петра Владимировича Алабина. На его могиле отслужили панихиду, после которой сотрудники основанного им музея возложили цветы. Они называют его не иначе, как Великий. В годы его руководства Самара совершила настоящий технологический прорыв. А нынешний статус города, как промышленного, научного и культурного центра, вырос из того, что заложил городской голова в конце 19 века. Прошли годы, и мы не помним уже его современников многих, то есть они вот прошли, да, вот тенью такой. А масштаб его деятельности мы видим наглядно. То есть вот музей, вот библиотека, вот театр каменный. И чем дальше мы уходим, тем больше мы видим масштаб личности. Государственник, воин, писатель и журналист в этом году исполнилось 193 года со дня рождения Петра Алабина. В Самаре это один из самых уважаемых исторических деятелей. Еще больше его чтят на Балканском полуострове. По инициативе Петра Алабина было создано Самарское знамя, под которым народное ополчение освободило Болгарию от Османского ига. Самарское знамя, с которым Алабин прошел через всю страну и пришел с этим знаменем в Болгарию наших братушек спасти, вы не представляете, как они помнят это, как они ценят Болгары, которые приезжают сюда, и видя имя Алабина на стенах музея, понимая, какое отношение здесь, в Болгарии, это практически национальный герой. Первый губернатор Софии после освобождения. И сегодня многие самарцы уверены, что память о людях такого масштаба особенно необходима в наши дни, чтобы нынешнему и будущим поколениям было на кого равняться. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.